Это разговор человека с Богом. И вот сейчас много источников говорит, что эти взаимодействия, они бывают с разными источниками. Бывает, что человек начинает или так, с другого, да? Бывает так, что человек в молитве обращается к Богу, к Творцу, к Создателю, кому угодно. Понятно, да? А взаимодействует не с теми источниками. Это я сейчас вам объясню. Это такая уловка людей, которые считают, что только их культура, только их вера и только их способ отношения с Богом правильный. И во всех остальных вариантах человек просто искренне верит, что он взаимодействует с Богом, а сам взаимодействует непонятно с кем. И поэтому выход только один — иди к нам. Куда? Вот это вы спросите у тех, кто такую философию. Да, а у меня другая философия. Я считаю, что… Не только я считаю, это написано в Священном Писании, что Бог, Он милостив. Милостив означает, что если человек считает, что Бог один, он считает, что Бог один, он обращается к Нему искренне, как может, в той культуре, вере, традиции, хоть он там, допустим, какой-нибудь Папуас на Новой Гвинеи, неважно, он искренне к Богу обращается в сердце своём, и Бог обязательно откликнется на Него. Обязательно. Больше того, Бог не просто так откликается, а у Бога есть разные типы отношений с разными живыми существами. Их очень много видов. Даже те традиции и культуры, которые представлены на Земле, это ещё не все виды отношений вообще с Богом. Понимаете? У него много-много видов отношений. И основные вот эти вот монотеистические культуры, они представляют разные вкусы отношений. Допустим, если человек хочет считать Бога непобедимым, сильным таким, чтобы он давал веру, силу, такое устремление к Нему, победу, величие, красоту, тогда человек выбирает ислам. Потому что там такие отношения с Богом. И Бог откликается на такие отношения. Он даёт человеку вот это всё. Если человек видит Бога сострадательным, способным принять боль всех людей на Земле, и человек реально хочет постичь его доброту и вот это сострадание, глубину, именно как того, кто жертвует собой, тогда он, естественно, выбирает христианство. Но опять же, какую культуру христианскую будет выбирать, это зависит опять от типа отношений. Потому что они все разные. Если мы идём в католическую церковь, там в основном стульчики стоят. Стульчики означают, надо сидеть, общаться, слушать. То есть это уже более философское направление. А если мы в православный храм зайдём, то мы там увидим просто голую площадку. Это значит, люди занимаются больше практикой какой-то. Они стоят, молятся, поют. Понимаете? То есть это другие, разные совершенно стили отношений. Поэтому насчёт разговора с Богом, я здесь не совсем с вами смогу согласиться, потому что с Богом, чтобы поговорить, надо ещё заслужить этим. И в основном молитва означает попытка установить с Ним отношения. Для многих людей в основном. И это означает, что я прежде всего прославляю Его. То есть самое главное, первое, это принятие. Потому что почему Иисус Христос взял, крест свой понёс, это Он показал людям, самое первое и важное, что нужно в жизни сделать, это перестать бунтовать. Вот мы постоянно, допустим, находимся, причитаем в жизни. Постоянно недовольны, думают, это не так, они меня не любят, те не любят, это не так сделали. И всё, вот этот путь бунта, он не приводит никогда к Богу. Потому что этот мир весь очень закономерен. Здесь всё не просто так, но мы этого не знаем. Это очень трудно принять вообще. Что вот всё, что я не понимаю, это всё для меня. И когда вот Иисус Христос взял свой крест, мы вот камнями там кидали, а Он шёл на свою Голгофу, понимаете, и привалил в Него там. Те люди, ради которых Он это делал. Нормальные вообще вещи. Вот вы, допустим, мужа там готовите что-нибудь, а Он плюёт вас, а вы по-доброму готовите. Это путь Христа. Это очень сложный путь. Но это единственный путь для всех людей, чтобы, если ты хочешь диалог с Богом установить, ты должен сначала признать Его могущество и закономерность своей жизни в этом могуществе заключается. Всё, что в тобой происходит, не является случайностью. И когда ты признаёшься, а признать это сложно, поэтому ты в молитве, «Господи, я принимаю Твою волю, принимаю Твою волю». Потом «спасибо тебе». И дальше, когда ты волю принял, следующий шаг. «Я Тебя прославляю, спасибо Тебе за всё. Ты меня учишь, Ты меня ведёшь по пути. Я Тебя очень благодарен». При этом называется «предание». Сначала первое стадие «принятие». Это очень долгий процесс «принятие». Потом следующее стадие «предание». «Предание, я Тебя благодарен». «Я хочу жить отдать для Тебя». «Кроме Тебя нет здесь, в этом мире, всё большиво, истины нет глубокой. Всё это меня разрушает, предаёт». И когда человек вот это вот начал, то через какое-то время он почувствует искреннюю благодарность от Бога, искреннюю связь, чистоту и дальше, процесс углубления отношений с Ним очень медленный, долгий. Человек сначала начинает чувствовать присутствие Бога. это успокаивает его, становится спокойным. Первый признак контакта с Богом это спокойствие в жизни, он успокаивается. Дальше постепенно он начинает чувствовать устойчивость, то есть не просто спокойствие, а только защита, стадия защиты. Потом постепенно ты начинаешь чувствовать чистоту и грязь в своём сердце. Люди, в основном, никто не чувствует грязь в своём сердце. Мы считаем на пороге себя очень хорошими. А грязь почувствовать это уже непросто, это очень высокий уровень. Это значит, ты уже к душе приближаешься, потому что душа здесь очень грязно живёт, она не хочет Богу, она хочет жить своими интересами, желаниями. Это грязь называется, там вокруг души грязь. И процесс очищения от грязи даже дальше начинается. Он медленно, очень идёт, долгие годы. Человек очищает своё сердце, и чем чище сердце, тем больше благодати он испытывает в отношении с Богом. И дальше Бог открывается как сияние, начинает чувствовать свет от Бога и счастье. Следующий этап, это он локализуется Господь в сердце как форма какая-то, он чувствует форму в присутствии Бога. Форма или присутствие, это как ты в тёмной комнате видишь человека, он стоит перед тобой. Но в отличие от не страх вызывает, а благодать наоборот. Ты чувствуешь, что он есть, но как он выглядит, ты не знаешь. И самая последняя стадия, человек начинает видеть Бога. И это очень высокий уровень. Это уровень Моисея уже, уровень Мухаммеда. Это уже не для нас. Понимаете? То есть, это такой самый тяжёлый путь, медленный в этом мире. Это то, что вы спросили. Я желаю всем счастья. Это много лет. Это не молитва. Это настрой. Это для тех людей, кто вообще не признает Бога. Есть люди, которые говорят, а Бога нет. А я хочу, хочу, чтобы у меня было всё хорошо. Что делать? Желаю всем счастья. Перестань думать о себе. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. это вот для тех, кто не признает присутствия Бога. Спасибо. Для каждого человека свой уровень. Надо это тоже понимать. Есть люди, которым даже сюда не надо идти. У них там есть свой кран, они уже какую-то практику, практику свою. И они этим занимаются, им этого достаточно. Кто-то чувствует, что ему что-то надо другое, он ищет. Я предоставляю свои возможности. Вот всё, что я знаю, я вам преподаю. Но это не значит, что вот только так и всё. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Пришла за вдохновением. Я сейчас в процессе проработки последствий собственного невежества. И у меня форма в духовной практике, она в юридической традиции. Я узнала текст из Джаджи. Я как-то, в общем, пришла, чтобы получить какое-то направление здесь. Вы выбрали, допустим, какую-то традицию, направление уже вы будете получать от наставника своего, от духовного учителя. А я делюсь опытом здесь своим. Я просто имею опыт определенный, я делюсь. Если кому-то этот опыт нужен, он получает. Я не даю направлений никаких. У каждого своё направление. Поднимите руку, кто крестьянин здесь. Я хоть раз влиял на ваше направление, скажите мне? Нет. Ваше направление с вами осталось. Кто мусульманин? Есть. Я влиял на ваше направление? Нет. Оно с вами. Кто-то ведический, поднимите, кто-то ведический. Я как-то влиял на ваше отношение с вашими наставниками, на ваш процесс познания? Нет. Я делюсь опытом. Вот у меня есть опыт. Я 30 лет каждый день молюсь, совершаю глубокую практику, искренне, даю знания. У меня есть опыт, и я не делюсь. Всё. Вот эти, чем я занимаюсь? Больше я на себя не беру никаких других задач. Всё остальное, это вы сами идёте по своей жизни. у вас есть духовное знание, есть ритуалы определённые, я туда не вмешиваюсь. Есть культура, допустим, ношение одежды, там, хадж, допустим, или великий пост, там, я не знаю, то есть у всех всё по-разному. Я туда не вмешиваюсь. Выходите в свои рамы. Вот. Я туда никогда не буду вмешиваться, потому что это очень большого кощунства вести такую эту тему. Нет. Моя задача определиться опытом. Всё. И который можно использовать и хочешь убивать. Потому что моё глубокое убеждение заключается в том, что духовный опыт не является чем-то принадлежностью какой-то одной веры, культуры, традиции. Это общее достояние. Как, допустим, есть опыт, допустим, космическая программа. Самое лучшее, если все страны вместе будут это изучать. Это быстрее люди смогут понять, освоить космос. Когда они все вместе изучают. Также и здесь тоже все духовные культуры, традиции должны делиться опытом, я считаю. У всех разные опыты. У каждого в свою сторону сильное развитие. Если они начнут делиться, то тогда опыт объединится. Он станет больше, опыта станет больше. Я вот так понимаю. Это моё глубокое убеждение. Поэтому всё самое лучшее, всё, что я знаю, я даю вам, кто-то ещё что-то даст. И так люди с мира по нитке собирают. Поэтому я пришла сюда, чтобы вы мне дали путь. Нет, вдохновение. У меня личный вопрос, я его старалась общими словами задавать. Просто вели у ведьмы физической зависимости, эмоциональной, я уже не вышла. И сейчас у меня такой повышенный запрос на дисциплину и духовную работу. всё пойти мы здесь займёмся. Спасибо. Однозначно. Что-то у меня здесь как-то так в онлайне меня не видно. Я в основном как сияние идёт. Сияющий объект такой в онлайне. Что-то я как-то так плохо ластенько. Не знаю почему. Лучше наоборот тёмный бонус. Здравствуйте, Олег Немадьевич. Хочу сказать вам большое спасибо за такую возможность и за задать вопрос, за то, что такие ретриты проводят я уже несколько лет тоже на них. И такой вопрос. Вот вы говорили, что на какой-то стадии появляется спокойствие. Когда при этом сложности не меняются, но вроде вот это спокойствие появилось. Это значит действительно преодолел часть или это уже с опасностью связано? Почему с опасностью? Появилось спокойствие никогда не связано с опасностью. Спокойствие указывает на хорошую судьбу. Или на победу над судьбой или на то, что вы сложную судьбу прятали или просто у вас хороший штир уйдет? А при этом нормально, что пока ситуация не меняется? А, это хороший вопрос. Вот смотрите, вот то, что он сейчас описал, это все должны знать. Вот у вас ситуация есть, да? Сердце спокойствия появилось, полное прям штир, и думаешь, блин, а что ситуация-то не меняется? А потому что ты прошел первый круг судьбы. И на каждом круге судьбы будет всегда возникать ощущение, что я же все сделал, почему опять ничего не меняется? Потому что три девять земель, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, слово три имеет значение. То есть ты спокойствие, а жена как там ушла, так и ушла. И она ей пофиг, она тебе спокойна. это первый круг судьбы. Тридцать три процента ты прошел. Теперь дальше молись, и ты увидишь, что ты переключишься со своего сердца на отношения. Вот ты до этого жил внутри себя и пытался просто себя в порядок привести. Тебе плохо было такое, умирал. Ты себя привел в порядок. Это первый круг судьбы, а второй круг судьбы уже между нами идет. Потом раз резко тебя и опять тяжелее стал. Было спокойствие, кажется, все нормально, а тут три раз резко опять стало тяжело. Все, ты перешел на второй путь, вторая ступень, первая ступень отвалилась в спокойствие. Что дальше? Вроде бы уже все прилетели, нет, там есть вторая ступень, пошла гореть вторая ступень. И ты такой вот пошел опять, ну уже отношения, ты чувствуешь отношения между нами. потом отношения очистились, все, она начала с тобой общаться, ты общаешься, все нормально. Чего не возвращается? Все нормально, потому что только две ступени, еще третья ступень есть, потом раз, и ты начинаешь чувствовать человека, начинаешь чувствовать, что ты про него сделан не так, что он тебе сделал не так. Ты начинаешь чувствовать его глубину, почему он ушел, почему ему не понравилось. На третьей ступени уже очень глубокая проработка идет. И когда третья ступень прошла, все равно человек может не вернуться. Все хорошо. И он тебе звонит, говорит, вот все хорошо, я тебе очень благодарен за то, что я уже живу с другим, и я беременна от него, или еще что-нибудь в этом будет. судьбе. И это о чем говорит, о том, что в этом мире, даже если мы все три круга судьбы пройдем, все равно будет не всегда так, как мы хотим, но будет хорошо. Вот допустим, тебе нужна жена, ты три круга судьбы прошел, будет жена обязательно, будет все, но не это, а может быть это, она тоже может вернуться, такое тоже может быть, поэтому все здесь без гарантии, но вот гарантия, если человек потрудился и победил судьбу, он будет счастлив, это гарантия, а как он будет счастлив, он не должен капризничать здесь в этом мире, и требовать вот именно своего определенного вида счастья, вот как Бог какое даст, такое счастье, такое твое, если не надо выпендриваться, есть люди, которые вот все классно делают, я фильм смотрел про одного священника, такой сюжет, он был в Италии, его должны были там кардиналом выбрать, это католики, и на него там заговор сделали, его там начали прессовать, короче, и дошло до того, что их там всю жизнь его только гнобили, он все время Богу благодарил, Бога благодарил за все, и потом он уже лежит в присмерке такой, рядом с ним лежит человек, который разбился там с высоты упал, и он плачет, кричит, помоги мне, я умер, а у меня там дети, жена, и он смотрит на него, говорит, тебе Бог уже помог, и он уходит из жизни, а то у того все восстанавливается полно, все тело становится здоровым, и только после этого все люди поняли, что его, на него креветали просто, что это святой на самом деле, и мы начали уже там поклоняться как святому, крику святых причислили, а всю жизнь только, но как бы Бог его все ниже, ниже, ниже опускал, все больше в дерьмо, и у нас сразу возникает вопрос, а почему так, а ответ такой, потому что чем вот эту пружину чем сильнее натянуть, тем потом она сильнее взлетает, потому что это птица другого полета, не как мы, понимаете, этому человеку надо было очень сильно его пригнуть, чтобы он потом, оставив тело бленное, вознесся в духовную реальность, понимаете, что это не такая птичка, как мы, другая, поэтому Господь нагрузку дает разную всем, но каждому человеку по его силам, поэтому будет ли именно так, что ты прямо все получишь, то, что тебе нужно в этой жизни, неизвестно, но известно другое, что если ты ничего не получишь в этой жизни, значит, тебе что-то другое заготовано, как одна девушка в Украине жила, там попал снаряд в дом, разрушило ее убило родственников всех, она осталась жива, и здесь в России уже она подняла руку и говорит, Али Геннадьевич, я не пойму, вот в чем как бы смысл, вот Бог меня всего лишил, у меня здесь ничего нет, ни работы, ни семьи, ни жилья, ничего, у меня все было, ничего нет, все потеряно, я говорю, ну вы же чувствуете для чего, он вам дал же сердце знание, она говорит, дал, я говорю, сказать вам, что он вам дал, она говорит, скажите, он вам показал квартирку на небе, вам прям показал, что там тебе уже уготовлено место, и она улыбается за тебя чувствую, да, ну то есть если Бог здесь все отнял, это не значит, что тебе ничего не причитается дальше, может быть он специально здесь все отнял, потому что на небо ты не попадешь, пока ты здесь чему-то привязан, когда у тебя здесь надежда какая-то еще есть, то ты туда не попадешь, на небо все попадают, когда здесь уже ничего нет, поэтому мы не знаем всех процессов, которые происходят, когда утопленника спасают, он дерется, он думает, что его хотят утопить, а его наоборот вытаскивают из воды, поэтому иногда рекомендуется по башке дать, когда человека спасаешь, чтобы он его вытащить уже и все сделать, что не всегда понимает человек, поэтому Бог иногда дает по башке, чтобы дальше опираться прошла успешно, нам не нравится, поэтому все по-разному, но стадию я вам рассказал вашу. А, правильно я понимаю, что вот как раз на второй стадии приходят и знания. знания, что делать, потому что ниточки, знания означают связи, отношения. На вторую стадию ты начинаешь чувствовать, живу начинаешь чувствовать, или работу там, или учебу, ты, допустим, не поступил в институт, первая стадия спокойствия, ты уже думаешь, ну все, поступлю, ну что-то ничего не происходит, вот, а потом вторая стадия, ты уже чувствуешь связь с преподавателями, с предметами, ты начинаешь лучше понимать, как учиться, чтобы поступить, знания приходят. А на третьей стадии ты приходишь и преподаватели все, ой, какой хороший мальчик к нам пришел. Я когда кандидатскую защищал, я старался все три стадии пройти. Я когда начал там на вопросы отвечать, все такие, ой, какой хороший мальчик. И все сразу раз и проголосовали и все нормально. Потому что, ну, я судьбу проработал, я не рисковал, я проработал судьбу на все сто процентов. и поэтому там все гладко, спокойно на защите пошло вообще без всяких проблем. Но у некоторых бывает все наоборот. Поэтому вот так вот это все работает. Нормально мы решили с вами? Хорошо. Вы сегодня такие разумные вопросы задаете. Ну, вот девушка белая. Добрый день, Анатолий Геннадьевич. Спасибо большое за вашу реакцию. И третий раз на очную встречу. И такой вопрос, наверное, в продолжении предыдущей вашей истории. На какой тогда стадии захожусь ям, потому что у меня уже пять лет сложный период. Два года назад вы сказали, что еще два года и вдохнешь. А тут прям апогею, что меня за четыре месяца потерял братьев молодых, потом ослабил. на войне потерял нет, как раз сами просто. Родные братья? Воюрные, по одной линии все. То есть фамилия закончилась. И получается, я ослабла, и на работе тоже воспользовались. Я прямо в какой-то такой сейчас нахожусь положительной, ресурсов уже не хватает. Я вдохнуть не могу. не знаю, что-нибудь так я делаю. В общем, вроде чем больше я борюсь и добрее я становлюсь, тем как-то испытаний побольше становлюсь. Хотите знать правду, да? У вас был плохой период, потом хороший был, а сейчас опять плохой. Но если говорить уже правду, то правда она немножко у вас не оправдывает. Правда заключается в том, что вы в прошлой жизни жили выше Земли, находились на такой серьезной планете духовной, где очень серьезно занимаются духовной практикой. И там вы в конце жизни оступились, перестали заниматься духовной практикой, расслабились. Кстати, вы попали на Землю, но вот этот запас у вас духовной прочности огромный и духовная сила внутри вас живет. Поэтому Бог вас испытаний дает в соответствии с вашим уровнем развития. вы не знаете это, думаете, все нормально живут от человека. Но у всех людей нормально они живут, они потом в следующую жизнь опять на земле родятся там, или может в ад пойдет. Вам там уже уготовлено место, и пока вы туда не созреете до того места, вас Бог будет мучить. То есть лекции не будет? Не, но если вы очень сильно молиться будете и развиваться, то когда вы дойдете до этого уровня, станете лекцией. А в чем развиваться в каком направлении духовной в памяти о Боге развиваться. И в предании желание ему служить, отдавать свою жизнь. Но в православии достаточно это будет, да? Ну, это вообще такая классная вопрос. А вы хоть знаете, что такое православие вообще или не? Конечно. Конечно. Если бы знали, вы бы этот вопрос не задавали. Потому что православие это Сергий Радонежский. Вы знаете, кто такой Сергий Радонежский? Нет, конечно. Если бы вы знали, вы бы такой вопрос не задавали. Православец в Афим Саровский это очень много святых, которые даже нам не снилось вообще именно понятия высоту глубину. Если вы спрашиваете слово «достаточно», что вы имеете в виду? Грубо говоря, это как бы опора, вот эта опора, которая у меня есть? Да у вас нет никакой опоры. Вообще нет? Ну, если бы она была, разве вы меня спрашивали? Если у человека есть опора, у него такая сильная опора, он такой… И он говорит, «То Леонидович, а мне вот этой опоры достаточно, это означает, что он сумасшедший». У него такая опора, что он прямо… и еще спрашивает. Ну, а как от Леонидович тебе молитву? Вот недавно прочитал, что один мужик выиграл миллиард рублей в это время. И представьте, он на лекции спрашивает, а мне достаточно вот я выиграл или нет? Это странный вопрос. Поэтому, если вы спрашиваете, значит вы не знаете эту веру. Вот в этом вся проблема. Что вы дешево воспринимаете то, что имеете. Дешево. Люди, бывает, не находят себя в вере, не потому что там ничего нет, а потому что они ее не знают. Они ее не понимают. Человек бьется, бьется, как рыбалют, не понимают. Ну, не понимаешь, пытайся какой-то другой путь найти. Я вот так понимаю. Не бывает такого, что только один будет. Но, если ты все понимаешь, ты чувствуешь, что это твоя вера, зачем тогда сомневаться? Иди дальше, ничего не спрашивай. Тебе Бог уже все дал. Ты чувствуешь, что тебе нравится, там тебе хорошо. Тебе благодарят Бог жить. Ну, трудно жить. Ничего страшного. Это Бог тебя, значит, закаляет, дает тебе по твоим силам. Если чувствуешь благодать Божию, там приходишь в храм, тебе хорошо чувствуется, что твое, тебе так нравится. Что еще искать тогда? Ты все нашел, у тебя в сердце хорошо, там, где ты находишься. Что тебе еще надо? На добра добра не ищет. Допустим, Олег Геннадьевич, вот мне с женой очень хорошо, она такая ласковая, добрая, хорошая такая. Может быть, не лучше жену найти? Смешно, да? Кому смешной вопрос, поднимите руку. Вы направлены на пути. Все остальные, может быть, им придется еще приплыть. Потому что, если у тебя все хорошо, что тебе еще надо? Живи спокойно. Здесь, в основном, все страдают. Здравствуйте. Спасибо большое за знание. Очень много картики. Вы говорите. Вопрос... Скажем про молитву. 60-70 минут молитвы – это нормально. И после, ну, примерно до 90 минут. Тяжело. То есть, это не пройденный этап, я еще... Нет, это переутомление. Что делать? Ничего. Молиться в следующие 90 минут поспокойнее. Прямо? Ну, просто без нагрузки внутренне. Если вы хотите 90 минут, а хватает сил только на 60-70, то тогда дальше, если вы хотите, то надо просто аккуратно. Потому что у человека есть свои возможности внутренние. Они бывают возрастают, а бывают тают, наоборот. И если человек переусердствует, то дальше это влияет уже на здоровье, на работу, на отношения в семье, на все. Все валится. Но есть монахи, которые больше... Самое главное для них – молитва в жизни. Поэтому они могут переусердствовать и потом страдать от того, что они переусердствуют. И повышать свои возможности через это. Но это другой путь. Это не путь обычного человека, который работает. У него дети, жена, дом, работа. И плюс еще молитва. Поэтому обычному человеку путь середины. То есть он помолился, чувствует уже переутомление. Все, достаточно. Или я хочу еще, но спокойнее уже. Спасибо. Можно еще один вопрос, связанный с ориентиром? Это плохой период или нет? Ну, допустим, я слушал одну из ваших рассказ, где вы рассказывали про... Ну, в частности, про свой случай, я расскажу. То есть я чувствую, когда на работе было два раза так яркого момента, когда глаз... Ну, не сам глаз, а вокруг начинает сидеть. Я нашел способ, как это решать. И, ребята... Сам глаз может быть связан с болезнью или перенапряжением. Давайте, если вы говорите о знаках судьбы, я вам немножко расскажу. Знаки судьбы — это вопрос-ответ всегда. Это не то, что я что-то делаю, у меня глаз задергался, значит, все, капец. Или ворона пролетела, значит, суши везду. Или кошка перебегает дорогу, надо ее остановить путь, иначе все, труба. Вот. Понимаете, здесь знаки судьбы означают. Я работаю, начал думать о начальнике. Раз, глаз начал дергаться. Правый. Значит, будут трудности с начальником. Ну, а правый глаз означает, что я с ними справлюсь. А если левый начал дергаться, когда начал думать о начальнике, тогда, значит, трудности, которые я сам не смогу победить, нужна молитва. И здесь очень важно понять, что есть еще и третья вещь. Чтобы не было здесь никаких случайностей, три вещи должны совпасть. Первое — я подумал о начальнике. Второе — забергался глаз. И третье — я почувствовал, что это имеет большое значение. Не то, что я начал... О, о, это все, это знак судьбы. Я не кипиш начал вести внутри себя. Я спокоен. Я спокоен внутри. Но сердце говорит мне, все серьезно. Там внутри что-то такое, торжественность пошла какая-то. Вот эти три вещи совпали. О чем ты думаешь? Потом знак судьбы, и потом подтверждение сердца. Допустим, ты идешь по улице, думаешь о своей семье. И подумал, опасность, наверное, есть разводы. И в это время петарду взрывают. Какой-то звук. Он идет с правой стороны у мужчин. И у него в сердце такое торжественное чувство. Такое чувство опасно. Ну, что это опасно. Все три вещи совпали. Вот это называют знак судьбы. Или там, допустим, ворона каркает. Или петарда с левой стороны уже. Ну, это уже очень опасно. Это значит, что... И тоже вот это торжественное чувство. Значит, что ты не сможешь справиться сам с этой ситуацией. Сейчас прям немедленно начинаем молиться. Иначе у тебя разрушится семья неминуем. Вот это называют знаки судьбы. Понимаете? А то, что мы в Санаре бежим вдоль... Я как раз по знакам судьбы читал семинар. Мы бежим вдоль Волги. И прямо огромная стая ворон. Мы бежим вот так. И с левой стороны огромная стая ворон. И парень бежит со мной. Говорит, стая ворон с левой стороны, Олег Геннадьевич. Я говорю, ничего. Тебе вороны не нравятся, что ли? Он говорит, ну это же знак судьбы. Я говорю, почему это знак судьбы? Просто вороны летят. Вот для меня, говорю, знак судьбы заключается в том, что ты мнительный человек. И эти знания тебе не подойдут. Потому что ты теперь ворон будешь бояться везде ходить. Только для спокойных, сильных людей и знаки судьбы подходит это знание. А для всех, кто боится судьбы, не проходит. Я не боюсь судьбы. Просто недавно произошла еще одна ситуация. А я вас обучаю. Я не для вас говорю в материале. Для всех сразу. Угу. 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 Рын. Угу. Я его уточнил, у него есть что? Угу. Угу. Это уже знак судьбы. значит будет очень трудно. С родителями идет тяжелая непреодолимая карма. Я подтверждаю, я увидел эту энергию, почувствовал. Вот это уже знак судьбы. Для преодоления судьбы я ставлю то, что можно. Для преодоления, если это непреодолимая сила, значит от вас это не зависит. Вы должны забыть про себя, славить Бога и прямо отключаться от себя и славить Бога, жить для Него. Вот забыть, что у вас есть родители, вы. И когда он так делает человек, то дальше уже Бог решает, что будет с родителями. Но он уже включается в его воля, потому что в этом мире две воли бывают. Есть воля моя, и есть воля его. Обычно в жизни работает только моя воля. Я сам справляюсь со всеми своими делами. Но иногда бывает так, что я чувствую, что я не могу справиться, я точно знаю, что я не справлюсь. И тогда человек отвлекается от своей жизни и начинает думать только о Боге, славить его и забывает вообще про то, что здесь происходит. Это не значит, что ему все равно. Это значит, что он понимает, что ему нельзя самому дальше думать обо всем. Потому что да будет воля твоя, означает я не думаю, он будет думать. Я просто его славлю и все. Вот это называется да будет воля твоя. А пока если я сам думаю, то воля моя, я сам обдумываю, я сам влияю на ситуацию. Вот это называется да будет воля твоя, когда по левой стороне вот знак пошел, тогда вот это делайте. Какой-то практический совет. Сейчас вот весь настроен на молитве. Все это практический совет, дальше вместе. И еще если будет возможность сделать для бизнесменов и обыграть? У нас мало людей приходит вообще на лекции. Я боюсь, он просто не соберется. Кто пойдет на семинар для бизнесменов? Ну вот 20 человек. Это что такое? По ноль. Для купальности зала там и все другое. У нас много было семинаров для бизнесменов. Наверное, в Москве штук 20, наверное, прошло. Я думаю, там много материала, интересно. По изучению. Так. Хорошо. Хорошо. Тогда я начинаю настройку. Все двери открываем. Воздуха уже не хватает. Я больше не буду повторять эти слова. В дверях никто не должен стоять. Потому что, когда люди стоят в дверях, много процентов воздуха не заходит. Вот один человек встал, уже на 15 процентов меньше воздуха идет. Сразу же. Это мы от дверей все отходим. Стоим где-то в другом месте. Двери свободные. Верия тут тоже, да, открываем вторую. Все открываем. Верия тут тоже, да, открываем вторую. Все открываем. Возьми.